Конституционный суд Украины заработал в полном составе впервые со времен революции достоинства. Сегодня приняли присягу двое служителей Фемиды. Олега Первомайского выдвинул Народный фронт, а Ирину Завгороднию – блок Петра Порошенко. Глава украинского государства отметил, что присяга судей прошла по новой процедуре, а их избрание было абсолютно прозрачным и беспрецедентно открытым. Всего в состав Конституционного суда входит 18 судей. Их назначают по квотам, по шесть кандидатур от президента, парламента и съезда судей. Абсолютно большинство народных депутатов от оппозиции поддержали включение до порядка денного и спрямление до Конституционного суда, исторических изменений до Конституции, которые предбачают абсолютно четкие задачи для президента, парламента и уряда о работе по интеграции Украины. Министерство юстиции поставило точку в конфликте вокруг элеватора в Занках. Фермеру Александру Строгому вернули имущество, которое пытались захватить рейдеры. Как объяснили в Минюсте, решение о государственной регистрации смены собственника отменено в связи с многочисленными нарушениями в документации. Напомним, неизвестные пытались захватить элеватор в течение трёх дней, заявляя о смене владельца. 11 сентября они открыли стрельбу. В результате пострадали семеро человек, в том числе полицейские. Правоохранители задержали 23 подозреваемых, среди которых экс-командир схитного корпуса Олег Ширяев. Всем инкриминируют хулиганство. Ночной клуб «Плазма» находится во дворе жилого многоквартирного дома. Здесь есть ещё несколько таких же многоэтажек. В воскресенье ночью активисты заблокировали его работу. Сегодня заведение закрыто. В понедельник на здании клуба нет ни вывески, ни какого-либо другого опознавательного знака. Лишь написано от руки объявление о закрытии заведения с телефоном якобы для справок. Однако по указанному номеру говорить о работе клуба не хотят. Сторож заведения также отказывается отвечать на вопросы. Ночной клуб был на ремонте последние полтора года. В четверг 20 сентября заведение возобновило работу. В воскресенье вечером представители националистической политсилы окружили клуб и потребовали его закрытия. Люди жаловались на шум и беспорядки. Детские площадки полностью уничтожены. Вот этими посетителями заведения? Посетителями, да. И сами посетители там бывают, остаются. Ну, до обеда. Я серьёзно. То, что на площадке и шприцы, и все их отходы после бурной ночи. Также люди утверждали, что в день открытия клуба якобы был убит один из посетителей. Восчелы человеков были. Силунич, крик, бьются. Так вот, когда тут пройти нельзя, выйти с подъезда. И до 7 часов утра. Дети идут в садик, они голи, мыкаются. Полиции информацию об убийстве опровергают. По данным правоохранителей, в акции протеста участвовали полторы сотни человек. Приехавшая следственная оперативная группа задокументировала этот факт. Будет собран материал, который направится в прокуратуру для дальнейшего проверки и принятия решения согласно действующего законодательства о закрытии этого заведения. Также будут проведены проверки основания выдачи ему разрешающих документов на работу и так далее. Нарушения общественного порядка копы не зафиксировали. Драки не было, мы просто пришли и заблокировали вход с местными жителями. Вызвали полицию и полиции передали подписи, что все местные жители против. Полиция взяла подписи, приехал владелец и увидел, что реально все жители против. Он же не пойдет против всех жителей. Я так понимаю, он принял решение, что клуба здесь не будет. С заявлениями в полицию никто не обращался. Юлия Бойко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Сотрудники облуправления гоструда совместно с фискальной службой и журналистами провели рейд по выявлению неоформленных работников в ресторане на проспекте Науки. Надошла информация, виды податковые и заявы громадян, что в этом закладе отбывается выкористание работы без оформления трудовых отношений. Какое ФЛП проверяете сегодня? Там на всех, там на всех ФЛП. На всех ФЛП, я на ФЛП, господи. Работники заведения отказываются представиться и дать пояснение до приезда полиции. Во время инспекции в заведение опросили около 50 сотрудников. Нелегальные работники ответственности не несут, объясняют в гоструде. Вся она лежит на работодателях. Для них штраф за использование труда без официального оформления составляет 30 минимальных зарплат за каждого работника или почти 112 тысяч гривен. По данным гоструда, наибольшее количество нелегальных и неоформленных надлежащим образом работников в строительстве, торговле, охранных услугах и гостинично-ресторанном бизнесе. В Песочине начали строительство новой школы и детского сада. Жительница поселка Юлия Ищенко рассказывает, годовалого сына планируют отдать садик уже в следующем году. С садиками у нас большая проблема. Садики возят далеко детей. Это только на транспорте нужно возить. Очень неудобно. Садик очень необходим. И побольше, чтобы мест в нем было, потому что детей очень много. В микрорайоне «Надежда» три с половиной сотни детей дошкольного и младшего школьного возраста. Все они должны ездить на учебу или в другие микрорайоны, или в Харьков. Это огромная радость, что у нас здесь, рядом с нами, с нашим домом, будет и школа, и детский садик. В этот детский сад пойдут дети моих выпускников. И я очень рада, что есть такая прекрасная возможность не идти с ребенком куда-то очень далеко, а здесь на месте, рядом. Средства на строительство учебных учреждений выделили из районного и поселкового бюджетов. Вход в школу оборудуют пандусом, лифтом и санузлом для детей с особыми потребностями. Сегодня заклали первый фундамент для того, чтобы побудовать новый детский садочек на 95 мест, а начальную школу на 240 мест. Это так необходимо для людей, потому что они ждали на этот детский садочек больше, чем 20 лет. А вот на территории Писачинской школы «Мобиль» открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием. Отбывается сейчас первый матч. Этот матч отбывается между двумя школами нашей школы, Писачинской школы «Мобиль» и Писачинским коллегием. Розвиток спорта – это одна из таких пріоритетных ланок в развитии области вообще. Дуже определяется вагома увага к развитию спорта. Это и бревница физкультурно-здоровичного комплекса, завдяки поддержке губернатора Юлии Александровичной, а также строительство мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Только в поточном році на территории громады было построено три таких поля. Глава области поздравила жителей Писачина с Днем поселка. Хочется сказать слова подяки всем тем, кто смествовал и укреплял селище, для того, чтобы оно сегодня набивало и другого виду. Вже смотрите, сколько сделано за небольшой промеж в час. Сбудована новая школа «Мобиль». Реконструкция домов культуры началась. Мы также смествуем и укрепляем инфраструктуру. Жители поселка провели флешмоб. Тысяча школьников выстроили слово «Писачин», держа в руках таблички синего и желтого цвета. Юлия Белая, Медиагруппа «Объектив». В регионе увеличат финансирование ремонтов дорог местного значения. В будущем году планируют выделить почти миллиард гривен из государственного бюджета, сообщают в госпредприятии дороги Харьковщины. Может появиться и новый источник финансирования – средства от ренты на добычу газа в области. Это позволит направить на ремонт местных дорог еще четверть миллиарда гривен. В госпредприятии подчеркивают, ранее таких средств не выделялось. Сейчас уже завершены работы на 67 объектах из 80 запланированных. Продолжаются ремонты дорог «Новая водолага Староверовка», «Близнюки Верхняя Самара», «Парижская Максимовка» и подъездов к селам Майдана и Ефремовка. В Харьковском метрополитене появился вагон с фотографиями украинских защитников, погибших в результате военных действий на Донбассе. Для создания вагона памяти авторы проекта использовали фотографии из архива родственников и сослуживцев погибших. На стенах вагона размещено порядка 200 фотографий харьковчан, погибших на Донбассе до конца 2017 года. Снимки волонтеры и организаторы проекта собирали в течение 9 месяцев. Также в вагоне есть плакаты из горячих точек – Иловайска, Дебальцево и Донецкого аэропорта. Проект, считают авторы, должен напомнить харьковчанам о героях-земляках, отдавших жизнь за неприкосновенность границы Украины. Было бы несправедливо по отношению к участникам АТО, которые принимают участие в наголошенной войне. И те харьковчане, которые еще не понимали, что у нас 200-300 километров идет война, и мы можем быть следующими. Но мы имеем возможность отдыхать, ездить на работу, в отпуск, только благодаря тем партям, которые погибли. Организаторы отмечают в вагоне только фотографии воинов и снимки из горячих точек Донбасса. Рекламы не будет вовсе. Это то малое, что мы можем сделать для памяти наших ребят и вообще понимание того, что происходит у нас сейчас в нашей русско-украинской войне. Вы знаете, не так все просто, но спасибо руководству митрополитена за понимание и за то, что они оказывали нам поддержку. И действительно это все состоялось. На презентации ветераны АТО, члены семей и друзья погибших бойцов. Леонид Онищенко – родственник воина, который сейчас находится на Донбассе. Мужчина четвертый год активно занимается волонтерской деятельностью. Две девочки рядом с мужчиной – его внучки. Леонид рассказывает, отец сестер служит в отдельном разведбатальоне. У нас вся родина имеет дотичность к этой теме и к этому вагону. Мы помогали все это складывать. Сейчас мы сделали вагон, но я считаю, что должно сделать целый потяг. В реализации проекта приняли участие общественники, волонтеры, ветераны АТО, родные погибших и чиновники. Поддержка главы области Юлии Святлично, она в этих инициативах очень важна, потому что были действительно выделены на этот проект деньги из областного бюджета. Мы знаем, что сегодня выделяются деньги. Мы проводим съезд всех матерей и вдов, которые собираются из всей нашей страны на Харьковщине. Сегодня выделены деньги на реконструкцию сквера защитника Украины, где в ходе реконструкции появится памятник на згадку всем воинам. Поезд будет курсировать ежедневно по Салтовской линии. Ольга Куриленко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив». Почетные грамоты получают члены экипажа яхты «Нептун». Более двух с половиной месяцев назад судно под командованием Валерия Овсянникова отправилось в научно-культурную миссию. Команда из троих человек прошла по маршруту Харьков, Херсон-Стамбул, Хайфа-Херсон и преодолела около 5000 километров. Цель поездки – наладить новые культурные связи между Украиной и Израилем. Позже добавилась и научная составляющая – доставить в Каразинский университет образцы морской флоры и фауны. «Нам удалось поймать рыбу. Задача была выявить морских паразитов у рыб. Собрали морских ежей. Тоже привезли их в спирту. Рыбу мы ловили на Лесбасе, а в Мраморном море, на острове Мармара мы еще собирали моллюсков». Во всех городах харьковчан встречали доброжелательно, отмечает член экипажа Светлана Беличенко. А вот по приезду в порт Хайфы путешественники столкнулись с усиленными мерами безопасности из-за военного положения. «Они за 20 миль обнаружили нашу яхту и запрашивали нас, кто вы такие. И даже сторожевик вызывали посмотреть на нас. И спрашивали все-все-все, прежде чем нас пустить. И мы даже сами не могли зайти в порт. Они за нами выслали службу специально. Она нас встретила, чтобы мы, не дай бог, никуда не заблудились». В Хайфе харьковчане показали фотоработы кандидата биологических наук Андрея Утевского. Параллельно читали лекции в израильском вузе. «Получился очень такой тёплый и плодотворный визит. Наша задача была проложить такой мост дружбы и сотрудничества между Харьковом, Херсоном и Хайфом. Я думаю, что вот эту цель мы достигли». Также перед экипажем стояла задача исследовать воду. Пробы, отобранные по пути в Хайфу, остались в Институте океанографии. А то, что добыли на обратном пути, передали в Каразинский университет. «Каждый градус широты, мы перемещались, это 60 морских миль, как вот мы перемещались с севера на юг, а потом с юга на север поднимались, мы собирали образцы морской воды. Ну, то есть очень просто, в пластиковую бутылочку». Какой будет следующая экспедиция, овсянников держит в секрете. Говорит лишь одно – планы глобальные, и это далеко не последний морской поход. Анна Шевченко и Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив». Здравствуйте! Вы смотрите Блок новостей экономики. Долг за квартиру можно отработать, подметая двор. А на железной дороге появятся французские электрички. И теперь об этом подробнее. Кабинет министров разрешил отрабатывать долг за коммунальные услуги. Как поясняют в правительстве, инициатором добровольного соглашения может быть сам должник или правление ОСМД. Заключается договор, и после его выполнения жителю дадут справку о том, насколько долг уменьшился. Отработать можно только расходы по содержанию дома и придомовой территории. Жители могут убирать придомовую территорию, а если есть квалификация электрика, сварщика или сантехника, то менять лампочки, ремонтировать проводку или краны, вернуть долги за воду, газ, свет, отопление или вывоз мусора таким способом не получится. Миллиарды на социальные нужды. С начала года плательщики Харьковского региона уплатили 8 миллиардов гривен единого взноса на общеобязательное соцстрахование. Как сообщают фискальные службы, по сравнению с таким же периодом прошлого года сумма выросла на 20%. В свою очередь, по данным Харьковского управления офиса крупных плательщиков, выросли платежи и от ведущих предприятий области. За 8 месяцев они перечислили в местный бюджет больше миллиарда гривен. Лидируют по выплатам ЮЖД, Турбоатом, Харьковские теплосети, Облэнерго и Электротяжмаш. Укрзалезницы и французская компания Элстом подписали меморандум о взаимопонимании. Как рассказал руководитель Укрзалезницы Евгений Кравцов, сотрудничество даст возможность обновить парк украинских электровозов. Компания Элстом работает в 60 странах и является одним из ведущих мировых производителей железнодорожного транспорта. По словам Кравцова, в Украине за два года увеличат электрифицированные участки железной дороги до 54%. Напомню, две недели назад в Украину прибыл первый из 30 локомотивов американской компании General Electric. Продолжаем блок новостей экономики. На очереди рубрика «Объективные цены». В обзоре стоимость паштета. При покупке вы сможете сэкономить около 4 грн. И в завершении курс валют от Национального банка. Доллар 28,06 грн. Евро 33 грн. И польский злотый 7,68 грн. И на этом у меня все. Выпуск продолжится через несколько секунд. А я вам желаю продуктивной рабочей недели. Удачи в делах и до встречи. В Верхнем Салтове хотят создать музей, посвященный Хазарскому Каганату. На территории села в Средние века был город. И сейчас археологи находят в земле множество древностей. Основная достопримечательность – катакомбы и грунтовые могильники. В Харькове состоялась конференция, в которой приняли участие хазароведы. Говорили о необходимости упорядочить находки и создать музей. А для этого нужно соответствующее финансирование. Сейчас памятки можно увидеть в разных экспозициях. Большинство населения, которое там живет, оно относится без какого-либо пиетета. Им, так сказать, древности мало волнуют. И когда я вижу работающий экскаватор на археологическом памятнике, то вот ковш за ковшом я вижу, что просто вырывается страница из книги и выбрасывается, и выбрасывается, и выбрасывается. В Харькове самое большое количество артефактов времен трипольской цивилизации. В галерее АВЭК выставили несколько сотен экспонатов из коллекции Feldman Family Museum. Керамические сосуды, скульптуры людей и животных из глины. Историк Михаил Ведейко считает, что харьковской экспозиции могут позавидовать мировые музеи. Наша цивилизация, если рассчитать от давних слов, существует немного меньше. А тут 20 тысячелетия цивилизации, которая заклала подвалы на хлеборобство, строительство. Скульптуры, по словам историка, максимально реально отображают людей тех времен. Второкласснику Виталику выставка понравилась. Больше всего большая миска. Трипольская посуда имеет сакральный смысл. Добавляют историк. Люди изображали свое видение мира посредством символов. Наиболее распространенные – растения, лестница, птица и неполная луна. Выставка «Наследие предков. Трипольская цивилизация» будет работать с 10 утра до 8 вечера до 3 декабря, без выходных. Экскурсии стартуют после 4 часов дня. Вход свободный. В Харькове состоялся первый и пока единственный в Украине фестиваль блюза «Feeling Blues Festival». Готовили его год при поддержке посольства США в Украине, а посвятили памяти короля блюза Биби Кинга. На фестиваль приехала одна из 15 дочерей музыканта – Рита Кинг. 16 сентября Биби Кингу исполнилось бы 93 года. То есть мы можем с уверенностью говорить, что этот фестиваль приурочен к его дню рождения. Мы хотели это провести как раз в его день рождения, но Рита сказала, что извините, это семейная традиция, мы проводим этот день вместе. Рита Вашингтон Кинг в Украине впервые. Известна тем, что выпустила книгу об отце. Издание сразу стало бестселлером. «Это книга о 25 годах, которую я провела со своим отцом. Большинство фотографий из моей частной коллекции. Весь мир знает мистера Биби Кинга как короля блюза. А я хочу поделиться с миром, каким мистер Биби Кинг был отцом». Один из гостей фестиваля – Боб Марголин. Критики говорят о нем, как о музыканте, который свое ремесло знает досконально. Марголин работал почти со всеми великими блюзменами США. «Для меня блюз – это чистая импровизация. Я могу не знать песню, которую сейчас буду исполнять. Я не знаю, что случится с моим настроением через минуту. Иногда, как, например, здесь, я даже не знаю музыкантов, с которыми мне предстоит играть». «Бобу 73 года, но человек гастролирует настолько плотно, что вот этот период в 4 дня, когда он приехал в Харьков, это, наверное, единственное окошко за полгода в его графике». Хедлайнером фестиваля стал харьковский музыкант, лидер группы «Дождь» Александр Долгов. Это единственный украинец, который вошел в американский зал славы блюза, как великий артист. «Так просто, вместе с тобой купаться в нежности, от безбежности сливаемся в стаи». В рамках «Feeling Blues Festival» прошло сразу несколько мероприятий. Это и детская программа, и форум «Культурный форпост», на котором обсуждались проблемы авторского права в Украине. «Из Харькова очень много выходцев, которые повлияли как на украинскую культуру, так и на европейскую, на общемировую культуру. Поэтому этим фестивалем мы показываем, что Харьков – это не периферия». Организаторы уверены, в следующем году фестиваль станет еще масштабнее. Больше гостей – больше участников. Ориентиры останутся прежними. Культура европейских стран и США. Павел Нелицкий, медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова